Компания Тывоэнерго постоянно ведет борьбу с хищениями электроэнергии на территории Тувы. И сегодняшний день не исключение. Контролеры энергетики отправились в поселок Сукпак, чтобы проверить тех, кто электроэнергией привык пользоваться бесплатно и переменить к ним самые жесткие меры. От нерадивых потребителей, которые незаконно подключились к электрическим сетям и нарушают систему учета, страдают добросовестные граждане, из месяца в месяц исправно оплачивающие за потребленную электроэнергию. Кроме того, хищение электроэнергии значительно снижает качество электроснабжения, возникает вероятность пожаров и выхода из строя электрообытовых приборов жителей всей улицы или микрорайона. Вместе с потребителями компании АО «Тывоэнерго» в рейде побывали и корреспонденты телекомпании «Новый век». Поселок Сукпак расположился в нескольких километрах от столицы Тувы. Основная масса домов – частный сектор. Многоэтажных зданий здесь нет, за исключением социально значимых объектов. Дома жители отапливают печками, но не все, есть и такие граждане, которые привыкли обогревать свои жилища электроэнергией. Вот к таким недобросовестным потребителям сегодня и наведались энергетики. Рейд получился насыщенным. Что ни дом, то долг за свет, то набросы на провода, то документов никаких на законное пользование электроэнергией нет. Мы, электромонтеры группы ЦРЭС, занимаемся снятием показаний, выявлением хищений без договорного, безучетного потребления. И производим рейды ограничений потребителей по задолженности за электроэнергию. Результаты бывают хорошие, что абоненты начинают задумываться, что надо оплачивать за электроэнергию, что надо приводить свои линии в порядок. Галина Анцупова – электромонтер третьего разряда. В рядах энергетиков она уже более 23 лет. Своё дело знает хорошо, случаи в работе бывали разные. Впрочем, методы воздействия на неплательщиков всегда одинаковые. Во время рейда к энергетикам подходили люди с разными вопросами. У кого-то на руках уже есть оплаченные квитанции вчерашней датой. Другим разъяснили, куда и с какими документами нужно обратиться, чтобы стать добропослушным плательщиком. Вы у нас в списке на ограничения. Мы должны свою работу сделать. Должны вас ограничить. А вот с теми, кто долгое время злоупотребляет незаконным потреблением электроэнергии, и у кого в течение длительного периода остаётся задолженность, сначала направляют письменное предупреждение о необходимости внести платежи, а после предупредительных мер воздействуют ограничением подачи электроэнергии. С пусками отключения потребителя я вот так вот делаюсь, на линии отключения будет. Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев факты хищения электроэнергии не связаны с тяжёлым финансовым положением нерадивых потребителей. Чаще всего это банальное желание халявы. Впрочем, даже недобросовестным плательщиком компания АОЭТЭВАЭНЕРГО может пойти навстречу. Любые вопросы всегда можно решить мирными переговорами, если, конечно, граждане обязуются платить за свою задолженность в кратчайшие сроки. Не стоит забывать и то, что своевременная оплата за потреблённые киловатты – это значительная экономия бюджета, ведь при поимке захищения электроэнергии недобросовестному потребителю придётся выплачивать многотысячные штрафы. Рейды сотрудники АОЭТЭВАЭНЕРГО проводят ежедневно. До каждого, кто ворует электричество, рано или поздно дойдут контролёры компании.